Мы продолжаем. Вы на Freedom. Это первый украинский государственный канал зарубежного русскоязычного вещания. В студии Сергей Мальнев. И Владимир Робчон. И сейчас мы подключим к нашему эфиру следующего гостя. Это Иван Васильевич Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины. Здравствуйте, Иван Васильевич. Как всегда, рады вас видеть. Приветствую вас всех. Слава Украине. Героям слава. Много событий из энергетической и околоэнергетической сферы. Начнем даже не с события, а с происшествия. На днях появилась информация о том, что оккупанты выкрали директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. О его судьбе сейчас ничего не известно. Как вы думаете, почему это могло случиться? В чем смысл военным похищать человека, который управляет таким стратегическим объектом, и без которого на этом объекте вероятность какого-то происшествия многократно возрастает? Ну, первое. Генеральный директор атомной станции – это тот человек, та персона, которая в полном объеме отвечает за безопасную эксплуатацию ядерного объекта. Второе. Мы знаем, что планируется визит на этой неделе Рафаэля Гросси в Украину на Запорожскую атомную станцию и в Москву. Я думаю, что миссия Гросси очень важна. Я думаю, что Гросси едет в Москву с достаточно серьезным месседжем для Путина, в первую очередь для Росатома, который нельзя оглашать публично, потому что весь мир обеспокоен. Очень обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной станции. И вот в плане… Естественно, Гросси потребует общения с генеральным директором, который отвечает за безопасность. И вот это задержание может быть связано с тем, чтобы его как-то вынудить на какую-то информацию, которая выгодна россиянам и так далее. Ну, я знаю Игоря Мурашова, я думаю, что такой профессиональный энергетик, руководитель, я думаю, что он будет достойно себя вести. И даже если будет беседа с господином Гросси, то информация будет объективной. А что это значит? Это значит подтверждение того, что на Запорожской атомной станции нарушены все семь компонентов, которые обеспечивают эксплуатацию Запорожской атомной станции. Подтверждение того, что персонал Росатома оказывает психологическое давление. А сегодня мы уже знаем, что поставлено условие всему персоналу написать заявление о принятии на работу в Росатом, что является таким фактором беспрецедентным и недопустимым. И третье, что Запорожская атомная станция, она обстреливается российской стороной. Эти три фактора позволяют принять решение таким организациям, непосредственно государством, в том числе Соединенным Штатом, Европейскому Союзу, принять решение о том, чтобы дать статус России как государства-террориста. И наложить санкции на Росатом, как одной из самых крупных компаний в России. Это вторая после Газпрома. А это значит прекращение всех проектов за рубежом Росатома, в том числе строительства атомных станций в Турции, Венгрии и так далее. И разрыв всех соглашений с Росатомом и с Россией, которые связаны с атомной энергетикой. Иван Васильевич, скажите, пожалуйста, в преддверии визита Гросси означает ли это, что у МАГАТЭ действительно появилась реальная возможность повлиять на ситуацию? Вы знаете, давайте не будем, я много раз говорил, не будем ожидать от МАГАТЭ каких-то влияния на ситуацию, принятия каких-то там судьбоносных решений и так далее. МАГАТЭ это не та организация. МАГАТЭ это та организация, которая, она направляет инспекцию и она может дать объективную информацию, что там происходит. А уже решение должен принимать Евросоюз, значит, он может принять решение, у него есть власть. Может принимать правительство Соединенных Штатов, может принимать ООН и так далее. Что мы хотим от МАГАТЭ. Да, МАГАТЭ сказала, что МАГАТЭ сделала все, что могло сделать. Оно провело инспекцию и показало, что происходит. И объявила, что там, обвинила Россию в ядерном терроризме и показала объективные факты. Этого это очень много, это достаточно. И вот следующая миссия Гросси, я думаю, она тоже очень важна. На основании вот этих фактов он поедет в Москву и донесет месседж, ну, достаточно серьезный и Путину, Росатому, ну, как бы, всему руководству России. Что если вы будете продолжать, то, значит, будет это, потому что это ядерный терроризм, без прецедента которого не было. Поэтому МАГАТЭ в данном случае, я считаю, что выполняет работу свою в полном объеме, очень важную, необходимую, и больше от него требовать нельзя. Иван Васильевич, а давайте теперь про газ поговорим, много тоже важных новостей. Россия бомбит Украину, стирает наши города и села с лица земли, пытается аннексировать, убивает людей, и при этом продает газ в Европу, транспортируя его через территорию Украины. И более того, даже платит за это Украине. Ну, такой факт действительно, ну, как минимум удивительный. Расскажите, как так случилось, и какие объемы поставляют, сколько платят, и почему эта труба находится в безопасности? Знаете, это очень такой интересный вопрос, сложный вопрос, сложный вопрос. Этот вопрос, он, ответ его стоит в такой политической плоскости. Ну, давайте мы, давайте мы сейчас с вами вместе поразмыслим. Европейская экономика, вся экономика Евросоюза оказалась в очень сложной ситуации, когда Россия начала уменьшать объемы поставок газа, как через украинскую газотранспортную систему и через Северный поток 1. И мы видели, как останавливаются предприятия в Германии, останавливаются предприятия во Франции, останавливаются и экономика Европы. Это была цель Путина, положить на лопатки экономику Европы, и для того, чтобы люди поднялись, начались социальные бунты, демонстрации и так далее, и тому подобное. Но этот процесс, понятно, не может быть одномоментным. Поэтому Европейский Союз принимал решение поэтапное сокращение потребления газа на 15%, сокращение потребления нефти. И вот эти газотранспортные системы трубы, оно как бы связывает, это взаимозависимость. И Россия не может одномоментно прекратить поставки газа, это надо скважины консервировать, это невозможно. Мы видели, как пылают факела там в Санкт-Петербурге и так далее. Поэтому, знаете, из двух зол выбирается меньше, но мы в то же время требуем от европейских стран поставки оружия, производства оружия, бронетранспортеры, танки и так далее, и тому подобное. Поэтому, если прекратится газ, да, они скомпенсируют, и они это делают, но для этого нужно время. А мы хотим, чтобы в это время промышленность европейская работала. Поэтому выбран такой поэтапный вариант. Это первое. Второе. Все прекращения вот по Северному потоку, я думаю, что Россия сделала, ну как, ошибку, не ошибку, уже тут трудно анализировать поступки России в этом плане. Почему они повредили Северный поток? Первое. Еще есть надежда у Путина, что он все-таки поставит на колено, на колени европейские страны тем, что прекратит поставки газа. И осталось только Южный поток и Украина. Украина транспортирует 30 миллиардов кубов газа. 30-35. Это тот минимальный объем. И второе. У Путина он придумывает разные причины. Это вторая серия. Помните, первая серия был Сименс. Мы бы поставляли, но Сименс не поставил турбину. Мы бы поставляли, но англосаксы повредили газотранспортную систему. Потому что контракты заключаются на долгий период. И в контрактах есть два основных правила. Бери или плати. Ты можешь брать, не плать, но ты законтрактованный объем должен заплатить. Или качай или плати. Если Газпром не будет обеспечивать тот объем по контракту газа в европейские страны, он должен заплатить компенсацию за этот объем. Поэтому Россию могут ожидать и ожидают колоссальные штрафные санкции за то, что не прокачивается газ. И поэтому они говорят, что мы не виноваты, англосаксы повредили газопром. Тут идет такая очень сложная экономически-политическая шахматы. И мы не владеем полнотой информации для того, чтобы делать выводы. Казалось бы, вы правильно говорите, у нас война полномасштабная с Россией. Она же газотранспортная система работает на Газпром. Я бы так не говорил. Я бы говорил, что наша газотранспортная система работает на евросоюзные европейские страны, которые оказывают нам помощь. И поэтому мы вынуждены работать в такой парадигме, казалось бы, неприемлемой. Это очень сложно. Я бы просил, пользуясь случаем зрителей всех нас, не делать поспешных выводов. Потому что они будут быть неправильными. Потому что мы не обладаем полнотой информации. Иван Васильевич, спасибо большое за ваши комментарии. Сейчас небольшой офф-топик. Обратил внимание, что у вас за спиной никогда Тесла. Правда? Да. Это у него молния под глазом или слеза? Да, это молния, причем он светится. Это для меня, ну, как бы, человек номер один. Потому что Тесла непревзойденный. Я вам скажу, что 21 век, 20-21 век определил Тесла. И вот всеми достижениями современными он, это изобрел он, и радио, и интернет, и так далее. И единственный человек, который знал, что такое электроэнергия, это был Тесла. Ни до, ни после него, ни у кого нет звенящей ясности, что такое электроэнергия. Это был гениальный человек. Тут важный момент. Случайности не случайны. Потому что в продолжении нашего эфира мы затронем непосредственно тему Теслы. Подробности дали в нашем эфире. А пока Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины 2005-2006 года. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам. До встречи.